Сегодня пятница, 7 сентября. Я Анна Филиппова. Ну, как первая учебная неделя? У нас сегодня тоже будет урок. Запишите на доске тему портебра. Если вы не слышали, что такое портебра, то смотрите и слушайте. Это фитнес-программа, которая совмещает в себе элементы хореографии, йоги, пилатеса и элементы фитнес-тренировки. Хотя скорее портебра напоминает какой-то необычный танец. Совсем недавно мир узнал о новом таком направлении портебра. Оно создано нашим российским хореографом Владимиром Снежиком, но получило французское название портебра. Портебра включает в себя элементы классического танца, элементы современного танца, элементы йоги, а также фитнеса, пилатеса и стрейчинга. То есть весь комплекс такой подтягивающий нашу фигуру и делая пластичным и гибким наше тело. Портебра может заниматься любой человек, потому что они выполняются под медленную музыку. Портебра включает в себя два комплекса. Мы делаем тренировку на середине зала и также на коврике. Некоторые из моих учеников, которые сидят на работе, очень хотят отвлечься и иметь также подтянутое тело. Приходят ко мне, отвлекаются однозначно от всего и выходят с положительными эмоциями. Мне очень нравится доставлять людям удовольствие и видеть результат, самое главное. Традиционно по пятницам мы рассказываем о том, какие фильмы стартовали в кинотеатрах и куда пойти в субботу и воскресенье. Кин. Обнаружив инопланетное оружие, об истинной мощи которого можно только догадываться, обычный школьник оказывается в эпицентре крупных проблем. Охоту на него и его брата открывает армия пришельцы, спецслужбы и гангстеры. Он не выбирал эту судьбу, но теперь только от него зависит, спасет загадочный артефакт наш мир или погубит. Отвяжитесь от моего брата. Темные отражения После того, как неизвестная болезнь убивает 98% детей, у 2% выживших обнаруживаются суперспособности. Их отправляют в специальные лагеря. 16-летняя девушка сбегает из такого лагеря, присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства. Раз уж мы начали с уроков танцев, то вот вам домашнее задание. Первыми и правильно ответить на наши вопросы, получить билеты в кинотеатр Мирлуксор. Итак, вопрос такой. В каком произведении японского автора Харуки Мураками есть намек на танцы? Это все на сегодня. Ну а завтра, завтра обязательно будет новый день.